Всем привет! 2022 года, сегодня среда. Полную версию программы смотрите, пожалуйста, на ресурсе Patreon. И большое спасибо всем, кто становится нашим патроном прямо сейчас. Профессор Соловей может ликовать. Президент все-таки умер. Только не совсем Путин и даже совсем не Путин, а Горбачев. Как бы ни пытался Михаил Горбачев остановить процесс распада СССР, помешать этому было невозможно. Молодому генсеку так понравилось ходить в народ и говорить с людьми, что ему пришлось повышать градус популярности через демократизацию системы. Разумеется, никто саму систему менять не собирался. Изначально замысел был простой. Немного перестроить, углубить, ускорить и придать всему этому человеческое лицо. Точкой невозврата стала та самая чертова классность, которая запустила процесс пагубный для диктатуры. Народ впервые начал узнавать о реально происходящих в стране событиях. Хотя сети цензуры были сильны и о Чернобыле или тех же событиях в Тбилиси и Вильнюсе, общество получало весьма урезанную информацию. Но железный занавес уже рушился. А после падения Берлинской стены и вовсе стало понятно, на очереди сам СССР. Поистине смертельным ударом для советской номенклатуры стала прямая телетрансляция съезда народных депутатов СССР. Когда граждане впервые увидели и услышали с трибуны Андрея Сахарова и Юрия Афанасьева и узнали имена новых общественных деятелей. И все это в прямом эфире. Это было фантастическое время надежд, которое так хотел обуздать Горбачев, но уже ничего не мог с этим поделать. Процесс, как говорится, пошел. Пучисты из ГКЧП еще пытались в августе 91-го вернуть страну в тоталитарное стойло. Но некому было отдать приказ о расстреле защитников Белого дома. А подписанные позже Беловежские соглашения и вовсе поставили крест на существовании Советского Союза. Горбачев же, первый и единственный президент СССР, пережил и эту страну, и свалившего его Ельцина, и вчера ушел в историю, в вечность. Злые языки заметили, прикобзонился день в день в четвертую годовщину смерти самого Кобзона. А в Кремле уже распушили хотелки. Там заговорили о похоронах Горбачева как о возможном неформальном международном саммите мировых лидеров. Дескать, Горби для всего мира был настолько популярной фигурой, что церемонию прощания с ним можно было бы поюзать с пользой для себя. Цитата. Смерть Горбачева может быть точкой сборки. Лидер нового мышления умер в тот момент, когда его смерть могла бы помочь диалогу России с миром. Но влажные мечты вряд ли осуществимы, хотя бы уже потому, что результат деятельности Горбачева настолько контрастирует с тем, что творит пляшивый ГБшник, что вряд ли кто-то из приличных политиков захочет провонять этой токсичной атмосферкой. Так что смерть Горбачева скорее символизирует и смерть надежд на то, что Россия в принципе может примкнуть к цивилизованному миру. И от себя. В 1990 году против меня по ходатайству Смоленского КГБ было заведено уголовное дело об оскорблении чести и достоинства президента СССР Горбачева. Вообще тогда было по этой статье заведено три уголовных дела. Против меня, собственно, против продавцов матрешек на Арбате и против Валерии Ильиничны Новодворской. И лично Горбачев своим звонком тогда распорядился остановить уголовное преследование. Спасибо за то, что не посадил, Михаил Сергеевич. Весь вчерашний день дымили и полыхали на войнисты. Впрочем, не только они. Крот Венедиктов нарыл мысль. Александр Сотник при поддержке Константина Борового написал в МИД Литвы требование лишить ВНЖ Леонида Волкова и других представителей ФБК, запрещен в России, за то, что их политика якобы играет на руку Путину. Другой мыслитель, некто Подсокорский, вопрошает, а кому на руку игра Сотника и Борового Валерия Ильинична Новодворская, наверное, в гробу перевернулась, конец цитаты. Что сказать-то хотели хороняки? Так и хочется ответить голосом незабвенной Валерии Ильиничной. Не выделяй коричневую слизь, мочалка гэбэшная. Своим письмом в МИД Литвы по поводу деятельности ФБК я разворошил осиное гнездо. Оказывается, Сотника таки смотрят и смотрят внимательно. Установка, а кто этот неуловимый Джо, мгновенно улетучилась. Потому что контора в курсе, если ее агентуру погонят из Литвы мокрыми тряпками, то не факт, что ее примут в других странах. Репутация-то подмочится навсегда, а выложено-то было немерено. Естественно, на меня спустили всех собак. От Собчачки до фейкомета Фейгина, который даже попытался швырнуть тухлую селедку, заявив, что Сотник – агент под псевдонимом Солист. Разумеется, ГРУшной жабе никто не поверил. Сторонние же наблюдатели отметили невероятную сплоченность спецоппозиционных организмов, выстроившихся во фронт, как по команде, и обрушившихся с обвинениями, вместо того, чтобы цивилизованно аргументировать в ответ. В конце концов, если вас оклеветал какой-то журналист, европейских судов никто не отменял, подавайте иск, доказывайте, что вы чисты, аки политические агнцы. А АГБшная вонь – ну это так, шлейф случайных давних связей. Что и требовалось доказать, вся эта публика, играющая в плешивом цирке роль оппозиции – обычные ментальные инвалиды с криминальным мышлением, оперирующие исключительно дзоновскими понятиями и криминальным лексиконом. Им не вдомек, что открытое письмо – это форма обращения к властям и обществу в демократической стране, это приглашение к дискуссии, фокусировка внимания на важном общественном явлении. А оппоненты, именующие себя оппозицией, на поверку оказались обычными бесконвойниками, мыслящими в парадигме зоны. Такие, даже если и придут к власти, никакой свободной страны не построят. Они просто не знают, что такое быть свободными. Становитесь нашими патронами прямо сейчас и смотрите далее в этой программе. В оккупированном Крыму сегодня горела нефтебаза, а Белгород осторожно хлопал в ожидании освободительной операции ВСУ. Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС. Делегация планирует инспектировать станцию с 31 августа по 3 сентября. ВСУ в ходе контрнаступления на юге отодвинули линию фронта, а расисты готовятся к обороне Мелитополя. Жители Москвы и Питера встрепенулись, боевые буряты на скотобазе заканчиваются, и военкомы начинают щупать за вымя нежных столичных призывников. И напоследок свежий анекдот, который лично меня повеселил. На телефон солдату ВСУ приходит сообщение «Переходите на сторону России, и война быстро закончится». Боец отвечает «Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым, а потом мы уже, да, перейдем на сторону России». Полную версию этой программы смотрите на ресурсе Патреон, и спасибо всем, кто становится нашим патроном прямо сейчас. Всех обнял, увидимся завтра в четверг. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова